друзья всем привет давненько мы с вами не делали никаких булочек до решила сегодня сделать значит 250 граммов тепленького молока всего масло растопила 100 граммов дрожжи столовая ложка вот таких вот сразу высыпаю пусть они пока расходятся сахар 100 граммов и 2 яйца немножко сейчас просто вот так венчиком собьют размешаю хорошо тесто будет легче на подъем взбила теперь вливаем добавляю соль соль где-то вот так с чайную ложечку вот так так теперь вливаем масло оттопленное все должно быть тепленькая комнатной температуры хорошо еще раз размешиваем и всыпаем муку все и замешиваем тесто сколько муки напишу в описании пока я сделала 600 граммов так вот замешиваем но это тесто мне хочется сделать немножко погуще булочки предполагаются такие чтобы держали форму и жидкое тесто нам не подойдет хорошо промешала добавил еще граммов 50 примерно муки и получается вот такое вот оно не слишком густое конечно и вливаю еще три ложки растительного масла растительное масло я вливаю всегда независимо от того добавляла я сливочное масло или нет это уже мое золотое правило вот и хорошо опять вымешиваем немножко подмешиваю на столе его до однородности можно еще подместить видите она еще немножко как бы расслаивается но она полежит и его потом будем обминать еще раза два за все время расстойки все теперь укладываем в эту же миску сверху смажу маслом и накрою пищевой пленочкой или крышкой после того как тесто поднялось выкладываем на смазанный маслом стол и делим на порции и потом подкатываем шарики здесь тоже смазала маслом и укладываем вот так а теперь смазываем маслом сверху чуть-чуть пальцы обмакнули вот так прошлись и все и оставляем минут на 15 чтобы тесто отдохнуло и так тесто немножко полежала теперь начинаем разделывать раскатываем примерно диаметром 10 сантиметров вот так и от середины даже чуть меньше делаем вот такой надрез сделали два надреза вернее видно да вот так так убрать надо лишнее а теперь оставшиеся части делим на 6 частей вот так 1 2 1 2 и теперь берем две части сдвинули и третью положили сверху две части сдвинули и третью положили сверху а эту подвернули под низ эта идея не моя идея из интернета мне ее скинула моя подписчица светлана гори на вот и получается вот такой замечательный бантик мне так понравилось это красивая идея я решила сделать булочки в таком вот виде класс теперь укладываем на противень смазанным маслом или же застеленной пекарской бумагой вот так вот так у меня пойдет 42 ряда будет по 4 булочки как раз два против не получится еще раз показываем чтобы закрепить результат так скажем так сделали надрез 2 теперь сверху посередине также и вот эти части делим на три части вот так и теперь две нижние части сдвинули рядышком сделали верхние положили наверх это убрали нижние две соединили эту положили наверх а эту подвернули под низ все легко и просто и получается красивущий бантик все так все булочки разделываем так все разделала и теперь мне хочется в серединку добавить по миндалинке вот сюда вот но я не знаю не буду наверное не держаться уже но попробуем вот так такой кристалли камушек уже не лепится уже не хочет но можно на сироп посадить принципе ну ладно и смазывать я желтком булочки не буду потому как потом я хочу их посыпать сахарной пудрой будут такие сахарные бантики сверху смазала просто маслом такие красивые получаются теперь оставляю на расстойку где-то с полчаса пусть стоят и потом поставим выпекать булочки испеклись смотрите и засыпала их сахарной пудрой все прекрасно поднялось пропеклось то что тесто было немножко густовато они вот так вот прекрасно держат форму разрезы не заплыли вот так вот прям видно что это разрезы вот такие прекрасные булочки получается снизу тоже подрумянились прекрасно вот так все отлично ну пробовать но что пробовать вкусные булочки да я не сказал еще вам про ванилинчик что я туда добавила ванилин я забыла о нем сказать вот такие вот они на разломе на раскусе все вкусно хочется холодного молочка добавить ну а на этом все пеките легко и просто выпекались они где-то минут наверное 10-12 примерно при температуре 180 градусов все прекрасно все отлично и красиво правда же ну все всем пока желаю всего самого наилучшего вам